Божаю здоровья всем украинцам, всем нашим друзьям. Желаю здоровья всем украинцам и всем нашим друзьям. Начался финальный этап крупного дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы действительно в этом марафоне вместе с Европейским Союзом в одной команде. И этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз. И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, Европейского объединения, работает против Европы. Например, для российских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики? Мы продолжим еще более мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение. Оно для нас очень важно. В Киеве провели очень плодотворные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина за очень короткий срок предоставила все необходимые ответы. И это было сделано качественно. На следующей неделе будет еще много столь же важных и, я надеюсь, плодотворных переговоров с европейскими лидерами. Общался с участниками представительного форума безопасности в Азии, в Сингапуре. Высокий уровень. В зале находились министры обороны и другие высокие чиновники десятков государств региона. Нам очень нужен этот регион. И я почувствовал, что мое обращение там сегодня услышали. Услышали аргументы и восприняли их. На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздаче паспортов в Мелитополе. И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, которые якобы желают российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения. Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать очень показательно. Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. К перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилась Таврийская. Есть определенные успехи в Запорожской области тоже. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Я горжусь всеми нашими защитниками. Я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих враждебных людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно. Помните, как в России в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия? Никто сейчас не может сказать, сколько еще продлится это сожжение души Россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему прекрасному государству. Вечная слава всем защищающим Украину. Вечная память всем погибшим за Украину. Слава Украине!